Девчонки, привет! Вы новости смотрите, я в шоке. Я совершенно случайно, буквально пару минут назад взяла комп, в общем, пришла в спальню, думаю, посмотрю перед перелетом. Ну, как всегда, когда готовишься, ты там просматриваешь. И мне нужна была погода в Борисполе. Ну, в общем, когда ты в гугл забиваешь то, что тебя интересует, то выходит не только твой запрос, но и самые такие горячие новости. И вот буквально пару минут назад узнала о крушении украинского самолета в Тегеране. В общем, ведется расследование, почти 180 человек погибших. И вообще, члены экипажа, молодые, посмотрела фотографии, написано, что люди несут цветы. Боже, вот вы знаете, девчонки, когда вот ты читаешь, ты видишь такое, я вот сейчас говорю, у меня слезы на глазах. Вот вы мне говорите, Лиль, ты проблемы ищешь, ты по проблемам соскучилась. Девочки, проблем не нужно искать, по ним не нужно скучать, ты не знаешь, когда они тебя сами найдут. И когда вот, я знаете, в очередной раз, не дай бог, конечно, чтобы такое происходило, не дай бог никому такого пережить, мои соболезнования, родственникам, близким, друзьям погибших. Но я в очередной раз понимаю, что жизнь одна и что нужно делать то, что ты хочешь делать, потому что потом не будет. Все, ты только что дышал, ты только что жил и через мгновение ничего этого нет. И поэтому, когда там, ну, кто-то, может, меня осуждает, может, кто-то не понимает, может, кто-то считает, что я там сказки рассказываю, вообще ничего не делаю, никуда не езжу, ничего, вообще живу по какому-то сценарию, вы очень ошибаетесь. Я просто делаю то, что я хочу делать. И это, наверное, правильно. Девчонки, извините, просто остановила видео, немножко в себя пришла, потому что я в своей жизни, к сожалению, уже похоронила многих близких, родных мне людей. И когда я заново соприкасаюсь с вот этой вот болью, я ее заново чувствую, как будто бы заново переживаешь, независимо от того, что трагедия случилась с людьми, которых я никогда не видела, не знала. Но ты ничего с собой не можешь поделать, вот это чувство, они, они вот, ну, как бы оживают. Это такие очень неприятные, очень такие болезненные чувства. Ну, я уверена, что меня поймут люди, у которых было горе в жизни, и ты ничего не можешь сделать. Просто нужно сказать себе стоп, и жизнь продолжается, и нужно быть, нужно быть живым для живых, и, конечно же, помнить о тех, кого с нами уже, к сожалению, нет. Ну, жизнь есть жизнь. Ладно. Читала ваши комментарии я, девчонки, и к какому выводу я пришла? Все вы прекрасно понимаете, все вы правильно понимаете, но не хотите принять, не хотите принять то, что, ну, для вас кажется ненормальным. Одна женщина написала мне комментарий, что я соскучилась по стрессу, и что зажралась от беззаботной жизни. Девчонки, не так это все абсолютно не так. Я объясню. Я вот, знаете, как моя бабушка говорила, что я тебе про Фому, а ты мне про Ерему. Так вот и у нас получается такой очень странный диалог. Я вроде бы все доступно, понятно, на русском языке объясняю, и люди все равно, все равно высказывают именно свои фантазии. То есть каждый видит то, что он хочет видеть. Проблемы, вот хотите свеженького, вы думаете, что во Франции нет проблем, и что здесь вообще, ну, все идеально. Не нужно идеализировать. Конечно, везде хорошо там, где нас нет. Кажется, что у соседа трава зеленее, как я уже говорила. Суп в чужой тарелке вкуснее, у чужого мужа зарплата больше, и так далее, и так далее, и так далее. Но, девчонки, поймите одно. Вот пример, что это не так. Вы поймите, что это не так. И что если человек хочет что-то где-то изменить и не боится этого делать, то это его выбор. Кто-то хочет изменить, но не может. И, наверное, вот поэтому еще идет какое-то неприятие того, что я делаю. Были мы в больнице. Первое сначала. Помните, я рассказывала про страховку, что они нам долго не присылали вот эти вот этикетки, которые нужно зарегистрировать в аптеке, потом в лаборатории, потом у твоего доктора. Ну, в общем, везде, чтобы тебе было возмещение по второй. Есть одна обязательная страховка во Франции, и вторая дополнительная. И что вы думаете? В общем, страховые взносы 200 с копейками у нас получаются за год. Около двух с половиной тысяч, там, 2400, там, с чем. Ну, короче, даже, ну, пусть две с половиной округлим. Я иду в аптеку, достаю вот эту вот этикетку. Я же тогда, когда их получила, тогда ездила. Думаю, боже, как хорошо дали. Все взяла, уложила в сумку и довольная поехала. То есть, ну, вызволила. Потому что мне очки нужно было сделать. И я так, кстати, до сих пор, я аж собралась, думаю, как раз все дождусь скидок. И оправа по скидке будет, потому что, ну, всегда же в январе начинаются скидки. Я же и подтянула. Думаю, раз билеты купили на позже, я все успею сделать. Закажу и буду счастливой обладательницей крутых вещей за бесценок. Ну, не тут-то было. И иду в аптеку, она мне говорит, вы знаете, я не могу вас зарегистрировать, с месью все в порядке, вас не могу, и дочку вашу не могу. Я говорю, почему это? Она говорит, посмотрите, во-первых, в вашем имени орфографическая ошибка, в имени вашей дочери орфографическая ошибка. Уже не совпадают имена. В общем, у меня вместо моего имени мне написали, три буквы L поставили. И я даже, вы знаете, как, я положила вот эти вот тоже здесь, все нужно проверять, каждую букву, каждую запятую, каждую циферку. А я от радости, о-о-о, сбылось, положила и поехала. И вот, я говорю, ладно, хорошо, не регистрируйте, сделайте мне, говорю, выпишите вот эти, как они называются, платежки, я потом им отправлю, они пусть возмещают, потому что какой мне смысл за вакцину плати, за мой Леватерокс плати. Кстати, лекарства снова подорожали, если мой Леватерокс стоил 9 евро, 9,50, то сейчас он 12 евро стоит. Это к тому, что во Франции цены не растут, зарплаты огромные, мы здесь все, ну, короче, лопатами все гребем. И я говорю, да, хорошо, но я заплачу вам деньги, вот представьте, я плачу страховку, я ездила, вот могла бы тот день, а если вот человек работает на заводе, он уходит 8 и в 4 освобождается, ему никто не даст, вот так вот просто ездить туда-сюда, забирать вот эти вот этикетки или разбираться и так далее. И она мне дает выписки, что значит я заплатила, чтобы я отправила, теперь нужно будет в страховку отправлять. Ну, думаю, ладно, лекарство получила, потому что мне без вот этого гормона нельзя, я от него завишу, и это жизненно важный препарат, который я должна принимать. Вакцина тоже на следующий день делать и ехать мне снова в страховку, даже если я поеду, они тебе не сделают сразу, они тебе не изменят. Ну, и когда я пришла домой, в общем, начала смотреть, отправила им письмо, что так и так, пришлите мне новые этикетки с правильным написанием моего имени, сделала фотокопии своего документа, документа дочки, отправила. Идем мы, значит, на следующий день к врачу. Врач, значит, смотрит, говорит, вы знаете, там в карте, короче, говорит, я вас тоже не могу, нужно, ну, у врача мы платим, потом там идет возмещение. Она говорит, я вас не могу вообще никак вставить в свое досье, потому что раньше у меня своя карточка, вот эта вот карта Виталь, у мужа своя. Она говорит, вы и в его карточке вписаны, и я говорю, да у меня этой карточке уже сколько лет, пять, наверное. И говорю, почему нет, я говорю, ничего не могу понять, как она говорит, я сама не могу понять. Получается, что у вас два, два человека, вернее, один человек, но у вас два номера разных. И говорит, я не знаю, как на какой, к какому привязана вот эта ваша вторая страховка, ну, короче, там тоже опять мне дают этот листик, опять мне все это выдается. Опять мне нужно и в ту страховку в дополнительную, и в недополнительную, в обязательную. Звонить бесполезно, ты отправляешь письмо, тебе приходит конфирмасьон, что ваше письмо получено, большое спасибо, и ваше досье находится на рассмотрении. На рассмотрении она может находиться месяц, год, два, у меня вот эту карту Виталь, у меня ее рассматривали сколько лет, пять, терялись документы, потом имя неправильно писали, потом нужно было там еще что-то, потом нужно было еще что-то. Ну, короче, я ее получила буквально пять лет назад, свой личный регистрационный вот этот вот страховой номер. И вот, знаете, я не хочу, чтобы как бы вы думали, что я из-за того, что там собираюсь переезжать, и поэтому, значит, я хочу говорить о Франции плохо. Нет, здесь много хорошего есть, но есть такие вещи, вот о которых вы, наверное, понятия не имеете, не знаете, когда вы говорите, что вот там то-то, то-то, то-то. Вот я заболела в Украине, я пошла в аптеку, я купила на 200 гривен этих лекарств, так, я спокойна за то, что я не заплатила 200 евро в месяц, и я снова должна платить и дополнительно решать еще и проблемы, чтобы мне мои деньги возместили. Это первое. Конечно, да, можно сказать, что, да, не оформляйте вы страховку и так далее, и так далее, но она в чем выгодна, это очки можно дешевле сделать, зубы сделать там дешевле, но опять же то же самое, что касается с зубами, там они используют, они тебе сразу говорят, что вот по вот этой смете, да, вам возместит страховка, и то надо взять дополнительно, чтобы ты берешь смету у врача, отсылаешь. А они могут сказать, да, но могут сказать, нет, а зуб-то у тебя, ёпы, РСТ болит. То же самое вот в стоматологию записаться с острой болью, тебе могут, ну, через три дня придете, это очень быстро. И вот столько разных вот таких вот есть вещей, о которых вы, ну, не знаете. И когда люди, вот женщина тоже писала несколько видео назад, что вы несете, где я рассказывала, снимите розовые очки, что вы несете, мы были в Европе, вы тут живете в шоколаде. Да, внешне, да, вы приезжаете, красивые машины, красивые рестораны, цены на скидках вообще во Франции, что классно, действительно на скидках можно купить дешевле, чем в Украине. Но все вот эти вот бытовые, вот эта вот рутина, которая вот, нет проблем, вот в Украине они есть. Да, знаете, ну вот про эти, про лекарства. Тоже, когда я там начинаю говорить, и мне пишут, вот, если заболеешь, болеть везде плохо. Это, даже вот я могу сказать, если человек больной, если там на чем-то тебе здесь ни кредит не дадут, ничего, тебя отправят сначала сдать все анализы, подтвердить все, что там у тебя в порядке. И находят, ах, у вас щитовидки нет, извините, это ваши проблемы, живите как хотите, делайте, что хотите, но мы вам отказываем. Ну, это я вот такой вот пример хочу привести. В Украине все мои знакомые, все мои друзья, родственники, они вот, как мы здесь платим страховку, и которые потом нам назад эти деньги не возвращают. В Германии мне кто-то писал, что вот если ты там не израсходовал, там, 2000 заплатил, а израсходовал 500, то 1500 вот этих денег, они как-то переходят на следующий год, что ли. Ну, я точно не знаю, это мне подписчики писали, во Франции такого нет. Вот ты отвалил 2500, если ты ни разу не сходил к врачу, то они тебе и не вернутся. И так год за годом, год за годом, и некоторые десятилетиями платят, и, слава богу, хорошее здоровье, но они платят, чтобы, ну, чтобы положено так. И в Украине мои друзья, мои знакомые, все прекрасно понимают, что медицина дорогая, что лекарства дорогие, операции, все это стоит денег. Люди откладывают, у каждого есть заначка. Это уже, ну, не то, это не вчера случилось, и еще когда я жила в Украине, у меня у самой была заначка именно на, не дай бог, вдруг. Ну, я не знаю, как люди живут, не имея какого-то там, я не знаю, спасательного круга где-то спрятанного. Я такой осторожный человек, который, я всегда, у меня какой-то тыл существует. И поэтому, когда вот, ну, мы общаемся же, когда я приезжаю, там рассказываю мои видео. Мне, кстати, тоже писали, а твои родственники видео твои смотрят. Нет, девочки, у меня все, все вскрыто. Никто даже не знает, что у меня канал есть. Тоже вот иногда настолько смешно написывают. И думаешь, то ли ку-ку совсем люди, то ли, то ли зачем они это пишут, ну, непонятно, ладно. И поэтому, девчонки, вот знаете как, скорее всего, получается, что происходит даже не недопонимание, а вот неприятие того, что у людей одна картинка. Вот все думают, что западный мужчина лучше, что жизнь западная лучше, медицина западная лучше, образование западное лучше. Нет, есть врачи хорошие везде, есть преподаватели хорошие везде, но то, что лучше, я с этим, я не могу согласиться. Девочки, не по стрессу я соскучилась, а по жизни, по нормальной, по реальной, по жизни, которая течет, которая не стоит на месте. Вот я вам хочу объяснить. Здесь, я не знаю, как в других странах, я именно буду говорить про Францию. Ты не можешь просто так забежать на чашечку кофе к подружке, к соседке, к коллеге по работе. Нужно заранее договариваться. И здесь все вот так вот, абсолютно все. Вот Любанька, она едет с работы, у нее плохое настроение. Она мне звонит, говорит, Лиль, ты дома? Да, дома. Слушай, я в кошеке, это супермаркет в суммах. Что брать, вино или закуски? Понимаете, у меня нет даже мысли такой сказать, Любань, какая закуска, какое вино? Ведь нужно было две недели назад меня предупредить, что ты там в 16.35 придешь ко мне в гости, и что у нас там будет какое-то мероприятие. Конечно, да, там, если что-то там, я не дома, и мы можем перенести там, через час встретиться и так далее. Но ни у кого в мыслях нет о том, чтобы заранее все это планировать. Потом, что еще мне с одной стороны нравится, с другой стороны не нравится. Что нравится? Я вот сейчас в свитере, в джинсах, я надела кроссовки, и я выскочила куда-то мне надо, за хлебом, за Миленкой и так далее. Я не заморачиваюсь, что у меня там вот так вот не накручена волосинка к волосинке, что там у меня просто помытые волосы, абсолютно я не собиралась сегодня никаких не причесок, ничего, легкий макияж. И все, как бы в Украине больше уделяется внимание внешности, у женщин маникюрчик, макияж, там, прическа и так далее. Мне это нравится. И когда ты смотришь на окружающих, ты подстраиваешься под ним, под них тебе не хочется выглядеть хуже. А здесь, когда я вижу, кто меня окружает, нет макияжа, нет причесок, нет какой-то одежды. Вот свитер, джинсы, ты дома, и они даже обувь не снимают дома, они ходят в обуви. Я своих приучила, потому что дом это дом, не нужно нести грязь и всякую заразу с улицы, в дом ты разбулся, и ты ходишь. Конечно, гости, которые приходят, они, я не заставляю их разбываться, но это в какие-то праздники, а так у меня правила, мои в обуви дома не ходят. А они вот как сидят, они могут и на диване, в кроссовках, в туфлях, в обуви, без всяких проблем надели одежду и ходят. Нет маникюра, ну не надо, они не заморачиваются над этим. И ты, когда ты постоянно вот в этой среде варишься, 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 вот заметьте, каждый раз, когда я возвращаюсь из Украины во Францию, что вы мне пишите? Лиль, как ты расцвела, как ты хорошо выглядишь, какой красивый макияж, какая новая укладка и так далее. А знаете почему? Это потому, что когда я приезжаю в Украину, я вижу, как выглядят женщины. И когда я возвращаюсь во Францию, я снова вижу, как выглядят женщины, и я не хочу выглядеть, как они, я начинаю крутить, я начинаю что-то где-то красить, что-то где-то наряжаться и так далее. И поэтому, конечно, мне этого не хватает здесь. Да, многие там мне писали, что ой, карьерный рост и так далее. Не в карьере, я вообще считаю, для женщины карьера это ее семья, это дети, это дом, это муж, это женщина, наверное, и создана была как хранительница очага. У кого целью стоит работа, карьера и так далее, я прекрасно понимаю, у каждого свой выбор, я никого не осуждаю. Но не каждый хочет иметь бизнес, вы поймите это, не каждый хочет быть бизнес-леди и руководить там заводом каким-то или там быть супер-врачом. У кого-то призвание есть, у кого-то нет, у кого-то есть талант рисовать, танцевать, у кого-то его нет. И поэтому не нужно осуждать людей, которые хотят быть только многодетной мамой или там вообще не иметь детей, к примеру, а жить только для себя. Жизнь дается человеку один раз и люди, на мой взгляд, должны выбирать сами, как ее прожить, а не опираться на общественное мнение. Но вот не всегда так это получается. Ладно, девчонки. Да еще свадьбы здесь за год ты знаешь вперед, что ты пойдешь на свадьбу кому-то там через год. Видите, нету вот этого драйва, нет, нет, нет движухи. Я вам об этом говорила, а вы мне опять про любовь и про развод. Никто ни с кем не разводится, никто. Все во всем, все в курсе дела и все принимали это совместное решение, а не так, что там, так что не придумываете. Ладно, мои хорошие, пойду я посмотрю, в общем, что мне нужно. Да, буду, хоть и не завтра вылетаем, но хочу подготовиться заранее, так как багаж будет большой. Все, целую, мои красавицы. Не обижайтесь, если я там слишком или на кого-то в комментах, но отвечаю грубовато. Просто не люблю, когда мне грубят. Надоело, знаете, вторую щеку подставлять. Не хочу больше. Ладно, пока, мои хорошие девочки. Целую и обнимаю.